Ну они закупаться начали банки, я хочу отметить, что еще и с начала года это не внезапное такое было решение. Например, в феврале в четыре раза больше купили валюты, чем продали. На тот момент сейчас нам покажут графику про это. То есть усиление валютных резервов позволяет банкам избежать, позволит резких колебаний избежать и банкам, и целой экономики. Если у нас достаточно запасов валютных, можем мы сдержать курс тенге, сказать, что в ближайшее время все будет у нас спокойно. Усиление накоплений банками, компаний большим бизнесом, которые являются основными налогоплательщиками в бюджет, оно конечно поможет сохранить макроэкономическую стабильность. Но банки не отвечают за народ. Если государство помогает банкам, будьте добры помогать и населению. Если ведет прощение амнистия капиталов, то давайте простим и экономические долги малого бизнеса, население. Население задавленное этими кредитными делами, оно не может шевельнуться на сегодняшний день. Нет денег на погашение процентов даже по кредитам. Я не говорю об основном долге. В этом случае, с кем я бы не общался, с бизнесменами, с малого и среднего бизнеса, они подчеркивают именно это. Что на сегодняшний день объем существенно упал, сократился продаж. Естественно, они недополучают денег и они не могут выплачивать этим банкам. Здесь нужна такая справедливая политика. Государство, я думаю, должно увидеть это страдание населения, особенно малого и среднего бизнеса в этих условиях. В основном о чем беспокоятся простые люди, наши простые казахстанцы, кто немножко в малом и среднем бизнесе заняты, остальные, кто у нас на зарплату живет. Что как-то потянет за собой российский рубль и падение цены на нефть мировой, потянет за собой ту же ситуацию, что в России сейчас или такое ослабление рубля. Если мы пойдем по пути России, если мы начнем слепо повторять то, что делают экономические власти России, то мы окажемся в этой же ситуации. Надо делать совершенно асимметричные меры. То есть не смотреть сейчас Россия такая ситуация, предпринимаются такие меры и пытаться делать такой запасный вариант. Швейцария не делает дедолларизации. Норвегия не делает дедолларизации. Она не ставит вообще таких вопросов. Они занимаются реформой и продвижением своей экономической системы вперед. Они давно сделали улучшение экономического климата. На самом деле наше население просто не в силах туда инвестировать, потому что денег нет. А у тех, у кого деньги есть, они давно в Лондон вложились, давно в Стокгольм вложились. Они шикарно себя чувствуют. Большой бизнес. А малый и средний бизнес вообще никак. Ему даже запретили покупать, поскольку мы в таможенном союзе, покупать немецкие автомобили прямо из Германии. Даже бэушные, так сказать. Которые качественно гораздо лучше, чем те автомобили, которые производятся и у нас, и в России в частности. Но вклады населения, не только банки запасаются валютой иностранной. Как есть у нас статистика, что вклады населения выросли резко до 65% в этом году. В валюте, да. В валюте против 35%, что было ранее. Грозит такое перенасыщение валютных депозитов экономики или банковской системы? Вы же видите, что получается, что правительство говорит о дедоларизации, а народ введет в доллары. Да, народ вкладывает в доллары. Вот это разные тенденции. Значит, интересы правительства и интересы населения основного не совпадают в плане доллара, в плане валюты, накопления и так далее. Потому что население хочет сохранить достигнутый уровень потребления. Естественно, оно рассчитывает на то, что этот доллар, который поддерживается в Федеральной резервной системе, всей экономикой Соединенных Штатов, общепризнанной во всем мире, что этот доллар сохранит тот уровень потребления, который был до кризиса. И поэтому, я думаю, правительство должно подумать не о простых каких-то вещах, не сиюминутных, если голова болит, выпил таблетку. Но действие таблетки кончилось, голова дальше будет болеть. Надо подумать о том, как кардинально устранить те глубинные причины, которые приводят к такой слабости нашей экономической системы, экономической политики, в то время, когда многие страны выходят уже из кризиса и вполне благополучно. Чтобы успокоить население, экс-министр финансов и ныне председатель правления Банка развития Казахстана Булат Джамишев сказал, не будет такого, чтобы вы уснули, легли спать с одним курсом доллара, а проснулись с другим курсом. И по запланированному коридору движения курса валют на ближайшее время Нацбанком будет плавно, но он плавный же у нас в курсе, будет такой динамичный, плавный меняться курс, не будет каких-то резких скачков. Дело в том, что Нацбанк возглавляет конкретные люди, и он, естественно, проводит государственную политику. Но он не является такой свободной организацией. Естественно, в силу этой несвободности, в силу его подконтрольности государственным структурам и государственной политике, естественно, там человек, даже такой уважаемый, как Жамишев, он не может гарантировать того, что на следующий день он проснется и не увидит падения. Если бы наша экономика была полностью свободной, рыночной, и курс нашей национальной валюты устанавливался без указания на Национального банка, и он бы находился в свободном обращении, то есть наша экономика была до такой степени сильна, что приезжали бы иностранцы, спокойно бы обменивались, большой приток был бы этой все время валюты. Тогда была бы другая ситуация. Гарантии никто не может. Нам, представитель Нацбанк тоже говорил в начале года, что не будет никакой, а на следующий день он проснулся с выпученными глазами. Он хотел сказать, что он сам не понял, как это произошло, что ли. То есть в этом смысле, конечно, к этим заявлениям надо прислушиваться, но понимать общую экономическую ситуацию, которая есть, реальную экономическую ситуацию. Смотреть надо за тем, как Казахстан торгует, смотреть за дефицитом торгового баланса или профицитом. То есть это надо все время смотреть. Для этого должен быть специалист, багаж знаний иметь, чтобы как-то просчитывать. Население после советского времени, оно, кстати, не прошло тот экономический лейбез, который прошло население развитых капиталистических стран. Они же свободно читают эти бегущие строки, биржевые курсы, так далее, так далее. Ростопадение акций. Понимают это все прекрасно. Большинство из этих людей, они имеют какие-то акции, у них есть свои персональные брокеры, у них есть свои персональные экономические консультанты. Они так, как у нас, которые выставляют там советника Национального банка, который начинает уговаривать, но население ему не верит. Валерий Хан Тибулевич, у нас наши зрители, программы «Деловое время» потихоньку становятся специалистами финансовой сферы, так что скоро наши консультанты будут разбираться тоже в экономических вопросах. Если говорить о том, что мы заявили о дедоларизации, значит, у нас не будет тотальной привязки к доллару во всех торговых финансовых операциях, внутри своей страны хотя бы. Это как-то позволит нам поднять курс и стабильность? У нас сейчас нет тотальной привязки. То есть у нас нет документа, который бы говорил, вот вы обязаны привязаться к доллару. У нас сейчас нет. Это все на уровне психологии масс. Здесь экономические законы действуют на уровне психологии масс, на уровне массового поведения экономических субъектов. Надо понимать, что такое ручное управление, когда они создаются институты, конкретно занимающиеся этими проблемами в государстве, конкретно продвигающие экономическую политику, следящее, что каждый шаг должен быть сделан. Не надо перескакивать ступеньки, а именно надо пройти все уроки, выучить все задания и так далее. Вот в отсутствии этой системы население, конечно, наскачет. А на какой период может быть такой расчет сделан? На год, два, три? Я думаю, что в ближнесрочной перспективе какие-то позитивные еще будут тенденции. Но в среднесрочной это 2-3 года, а и дальнесрочной, и долгосрочной это на 5, 10, 15, 20 лет. Значит, это абсолютно непредсказуемая вещь. Здесь дело же еще и в том, что наши экономисты, они считают, что маркетинг, менеджмент, пока экономические новости, но маркетинг, менеджмент давно стали политическими дисциплинами в том смысле, что экономисты в западных странах, в развитых странах, они давно мыслят глобальными категориями. Они смотрят на экономический режим, они смотрят на состояние развития экономики, на технологический уклад и так далее. Америка еще долгое время будет оставаться лидером. И после 2025 года, как говорит, в частности, Збигнев-Бжезинский, известный очень во всем мире политолог, он говорит, что это технологическое научное лидерство Америки будет увеличиваться, ее отрыв будет увеличиваться. Не будет такого геополитического гегемона во всем мире, но это будет такой культурный, экономический, технологический лидер, который будет без войны выигрывать все сражения.